Здравствуйте, друзья! Этот обзор будет посвящен аппаратной платформе, которую я собрал на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi 4B для установки сервера управления умным домом Home Assistant. Я расскажу о всех частях этой платформы, вплоть до выбора кабеля питания. А следующий обзор будет посвящен установке системы и самого сервера Home Assistant. Ссылки на все комплектующие этой системы вы сможете найти в описании под этим видео. Начнем с главного, самого одноплатника. На сегодняшний день существует три версии, отличающиеся объемом оперативной памяти. 1, 2 и 4 гигабайта. Я выбрал максимальную версию на 4 гигабайта. Сэкономить несколько долларов на более легких версиях я не увидел смысла. В базовой поставке имеется только одноплатник размером 88 на 58 мм и инструкции. Все остальные компоненты, про которые я расскажу далее, нужно покупать отдельно. Сердцем устройства является 64-разрядный 4-ядерный процессор Broadcom BCM2711 частотой 1,5 ГГц. Графический процессор VideoCore 6 с OpenGL 3.0. Как я уже сказал, в моей версии установлено 4 гигабайта оперативной памяти. Одноплатник оснащен интерфейсами CSI и DSI для подключения, соответственно, камеры и дисплея, а также 40-пиновым разъемом GPO. Разъем питания здесь сделан в формате USB Type-C, что облегчает покупку кабеля, к которому тоже нужно отнестись внимательно, потому что устройство достаточно мощное. Разъемов для видео теперь два в формате micro HDMI, каждый из которых поддерживает видео в стандарте 4К 60 кадров в секунду. Также имеется композитный 3,5-мм разъем для вывода звука и видео. Четыре порта USB, два из которых стандарта 3.0 и гигабитный порт Ethernet. Беспроводные коммуникации представлены двухдиапазонным Wi-Fi адаптером 2,4-5 ГГц стандарта EEE 802-11B-GM-AC и Bluetooth 5.0 с поддержкой BLE. Встроенной памяти, к сожалению, в устройстве нет. Штатный способ установки носителя – слот формата microSD. На данный момент, напомню, поддержки загрузки с USB устройства нет. Хотя можно использовать карту памяти только для загрузки, а операционную систему устанавливать на внешний диск. Либо, так поступил я, использовать EMMC память с разъемом под microSD. Мой личный опыт показывает, что корпус и охлаждение лучше совмещать. Это весьма эффективно, к тому же позволяет обходиться без активных элементов – вентиляторов. Такой корпус я и приобрел для своей платформы. Цвет выбрал черный, он лучше смотрится в моих условиях. Этот вариант корпуса полностью закрытый, сделан из металла. Отверстия имеются только для интерфейсных разъемов. Он собирается из двух частей. Видно, что для отвода тепла изнутри сделаны специальные отводы, точно над самыми горячими точками одноплатника. Сначала устройство устанавливается в нижнюю часть корпуса. С той стороны теплоотводов нет. Все отверстия идеально совпадают с разъемами. Благодаря специальным выступам, совпадающих с отверстиями на плате мини-компа, он отлично фиксируется на одном месте. Вид со стороны Ethernet и USB портов. Все совпадает с точностью до миллиметра. Четыре теплоотвода предназначены для процессора, чипа оперативной памяти, беспроводного и сетевого контроллера. Это главное – горячие точки. Стоит ли говорить о том, что и в этом случае тоже все совпадает идеально. В комплекте с корпусом имеются и теплопроводящие накладки для плотного и надежного контакта поверхности чипов с теплоотводами. Не забываем перед установкой снять защитные бумажные стикеры. Теперь можно соединить обе части корпуса. Как видим, качество сборки на высоте. Все совпадает, все отверстия там, где и должны быть. На одном из торцов имеется узкая вентиляционная щель, выполняющая роль воздухозаборника. При этом пыль в нее попадать не будет. Части корпуса соединяются при помощи четырех винтов, которые идут в комплекте. Кроме соединения корпуса, они обеспечивают фиксацию платы и надежный тепловой контакт с чипами. Шестигранник тоже нашелся в коробке с корпусом. Никаких дополнительных инструментов не понадобится. Плотно завинчиваем все четыре винта. Теперь мини-компьютер в сборе и почти готов к установке операционной системы и сервера умного дома. Вместо ненадежной карты памяти я приобрел более надежный модуль EMMC с адаптером для установки в слот microSD. Упакован он был во много слоев пузырьковой пленки. Модуль памяти и адаптер под microSD сделаны раздельно. В комплекте есть еще пара крепежных винтов, правда мне они не пригодились. Соединяются они между собой через 20-ти контактный разъем. В модуле с памятью есть наклейка, где указан ее объем. Модуль в сборе довольно громоздкий и будет торчать из корпуса, но такова плата за надежность. Еще один момент. Для записи на этот модуль нужно иметь внешний USB картридер. У меня нашелся вот такой и он подошел отлично. Потому что через встроенный в ноутбук картридер увидеть память не получилось, а с USB картридером все нормально. При использовании этого картридера я получил вот такие показатели скорости. Но думаю, что тут основное бутылочное горлышко сам картридер, а в малину модуль ставится напрямую. Я не поленился купить и отдельный кабель питания для одноплатника, обратившись к многократно проверенному производителю Ugreen. Кабель имеет заявленную пропускную способность по току до 3 Ампер. Я взял полуметровой длины, мне достаточно. Я специально выбрал вариант с Г-образным разъемом. Кстати, точно такие же кабели, но microUSB используются у меня для третьих версий Raspberry. В случае с USB Type-C все гораздо удобнее, так как разъем симметричен и может подключаться любой стороной. Например, если нужны разъемы microHDMI, то его можно развернуть таким образом. А так как я их не использую, я развернул кабель в сторону Ethernet и USB портов. Из-за громоздкости модуля EMMC я посчитал, что будет удобнее расположить корпус, так сказать, вверх ногами, хотя это, конечно, понятие относительное. Следующий мой обзор будет посвящен вопросу подготовки Raspberry Pi 4B для работы с модулем EMMC, а также установки операционной системы и сервера управления умным домом Home Assistant. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok